Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр, я являюсь врачом, а также ведущим экспертом, сотрудником компании Техноден. Я помогаю практикующим врачам подбирать оптимальные материалы для ежедневного приема. В этом видео мне бы хотелось поговорить о материалах под названием йодатин. В высоком результате применения наших материалов уже успели убедиться стоматологи не только из России, но также из стран СНГ, Западной и Восточной Европы, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Мы выпускаем несколько видов материалов на основе йодоформа. Йодатин 2 грамма на основе гидроокиси кальция и йодоформа, шприц. Йодатин твердеющая паста 25 грамм на основе йодоформа и йодатин нетвердеющая паста 25 грамм на основе йодоформа. Паста йодатин в 2 граммовом шприце применяется при лечении острых и хронических форм периодонтита, при лечении пульпитов гранулематозного и гранулирующего периодонтита, а также для апексификации при лечении каналов зубов с несформированным апексом при периодонтитах, при перфорации или резорпции корня, как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов после лечения, а также для пломбирования каналов молочных зубов. Данный материал в своем составе содержит йодоформ, обеспечивающий пролонгированное антимикробное воздействие на микрофлору в корневом канале. В контакте с тканями подвергается постепенному разложению, выделяя свободный йод. Гидрофобный пастообразователь, обеспечивающий текучесть и пластичность пасты, что способствует герметичному заполнению корневого канала и защищает мягкие ткани при выведении пасты за апекс. Наполнитель кальций содержащий, стимулирующий образование твердой ткани на уровне апекса и обеспечивающий щелочную цифрами до pH 12,8, антибактериальную среду и постепенное отверждение пасты под воздействием внутриканальной влаги. Пасту применяют при временном заполнении корневых каналов в случае многоэтапного лечения, а также для пломбирования корневого канала после лечения. Рекомендуется ее применение для лечения кист и кистогранулем. Паста твердеет в корневом канале постепенно под воздействием внутриканальной влаги в течение 1-3 месяцев. Во время тверждения и после твердения материал при необходимости можно легко удалить из канала. При выведении за апекс в мягких тканях паста рассасывается. При пломбировании молочных зубов этот материал рассасывается приблизительно с такой же скоростью, с какой происходит резорция корня зуба. Едотин в 2-граммовом шприце можно применять в случаях пломбирования корневых каналов будто перчевыми или полипропиленовыми штифтами. Теперь несколько слов о пастах едотин в банке 25 грамм без гидроокиси кальция. Она бывает не твердеющая для временного пломбирования при лечении инфицированных каналов зубов и твердеющая, не рассасывающаяся для постоянного пломбирования каналов зубов. Не твердеющая паста едотин применяется при лечении острых и хронических форм периодонтита, для временного заполнения инфицированных каналов при лечении пульпитов гранулематозного и гранулирующего периодонтита. Твердеющая паста едотин применяется для пломбирования каналов зубов после лечения пульпита, а также острых и хронических периодонтитов, а также для пломбирования каналов молочных зубов. Пасты едотин не препятствуют образованию и развитию нежележащего зубного зачатка. Обе пасты содержат йодоформ, обеспечивающий пролонгированное антимикробное воздействие на микрофлору в корневом канале. В контакте с тканями подвергается постепенному разложению, выделяя свободный йод. Хлорфенол, производная от фенола, антисептик широкого спектра антимикробного действия. Камфор, ментол и пастообразователь, а также цинк серно-кислый, наполнитель, стимулирующий образование твердой ткани на уровне апекса и рентген-контрастный компонент. Нетвердеющую пасту применяют для временного заполнения корневого канала при многоэтапном лечении. Для окончательного пломбирования применяют твердеющую пасту, которая твердеет в корневом канале под воздействием внутриканальной влаги в течение 48-72 часов. При выведении пасты за апекс в мягких тканях паста рассасывается. Пасты также можно применять на переопекальных участках в случае комплексного применения с гуттаперчевыми штифтами. Напоследок хотел бы сказать, не забывайте общаться с теми стоматологами, мнению которых вы доверяете. Наверняка они пробовали разные материалы и с удовольствием поделятся с вами своим наблюдением. Желаю вам приятной работы и улыбчивых пациентов. С уважением, ваш Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова